Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы говорили с вами о пробуждении последних дней и вспоминали три вещи, сказанные моим мужем. Во-первых, это будут все предыдущие пробуждения, собранные воедино. Только подумайте, что это значит. Ой, подумайте. Все собранные воедино. Вся сила этих пробуждений вместе взятых. Все проявления этих пробуждений вместе взятых. Все. Затем он сказал, что пять даров служения будут действовать в полную силу. И девять проявлений Духа будут течь в полную силу. Но вот какая мысль не покидает меня с момента наступления Нового Года несколько дней назад. Нам нужно жаждать всего этого и двигаться в этом из правильных побуждений. Я постоянно думаю о том, что нам нужно преподносить исцеление людям не на основании принципов исцеления, но на основании самого целителя. Вы понимаете, о чем я говорю? Преподносить чудеса не как знание шагов, которые нужно предпринять, чтобы получить чудо. Послушайте, спасибо Богу за принципы. Они как ручки на сумке, чтобы мы могли передать эти истины людям. Но мы не просто знакомим людей с чудесами. Мы знакомим их с тем, кто творит чудеса. И если мы не будем внимательными в этом пробуждении, мы будем говорить, мы хотим исцеления, мы хотим чудес. Да, это так. Но нужно, чтобы центром, сердцевиной всего этого всегда оставался сам целитель, творец чудес, обеспечитель. Мы его приносим. Мы его выносим на первый план. На первом плане не то, что он делает, а кто он. Вот что бьется во мне. Позаботиться о том, чтобы мы двигались в этом пробуждении из таких побуждений. Не исходя из принципов слова, но исходя из личности слова. Потому что если мы не будем осторожны, мы все легко можем засуетиться, стать такими занятыми делом служения и перестать уделять время тому, кто автор всего этого. Я читала в одной книге о студентах библейской школы, которые отправились в другую страну. Это был конец 19-го, начало 20-го века, когда люди в основном путешествовали на кораблях. И вот они поднялись на корабль, чтобы отплыть, и оказалось, что ведущий церковный служитель того времени находился на корабле. Я не помню его имени, но он пользовался огромным авторитетом в теле Христа. И студенты были в таком восторге, что человек такого уровня служения и помазания был с ними на корабле. Они подумали, мы проведем время с этим человеком, мы воспользуемся этой возможностью, чтобы поговорить с ним. Выйдя из своих кают, они обнаружили его на палубе. Но он часами просто сидел в кресле и смотрел вдаль. И никто не смел подойти к нему, потому что было видно, что он занят, поглощен чем-то, и они не хотели ему мешать. И так шел день за днем. У него при себе была Библия, но он просто смотрел вдаль. И, наконец, один из студентов набрался храбрости, подошел к нему и сказал, скажите, пожалуйста, доктор такой-то, что вы там видите? И он сказал, ничего, кроме Бога. И они рассказывали, что часами, днями он просто сидел и смотрел. Что это было? Несомненно, он просто сосредотачивал свое внимание, свой фокус на нем. Важно, чтобы поприще, которое мы проходим, заключалось не только в том, чтобы все время быть на ногах. Чтобы мы находили время сесть и достаточно успокоиться, чтобы услышать тишину. Меня не покидает мысль, что в эту эпоху нужно позаботиться о том, чтобы при всем величии плана мы не забыли о величии автора этого плана. Чтобы мы проводили время с ним, а не только время в изучении принципов. Вы понимаете? Входя в Новый год, я молилась молитвой посвящения, и я ее записала. Входя в этот год, я жажду не только нести Слово Божье, проповеди людям, но приносить переживания Бога людям. Чтобы они не только получали проповеди, но испытывали любовь, ощущали ее, сострадание, милость. Чтобы они ощущали это в проповедях, чтобы не просто звучали слова проповеди, а было переживание Его в проповеди. Чтобы они переживали Его заботу и, послушайте, переживали Его заинтересованность в них. Чтобы, выходя, они говорили, «Хоть у меня все наперекосяк, Он не потерял интерес ко мне». Его кровь разбирается с тем, что я сделал не так, где я промахнулся. Чтобы, находясь рядом со мной, ощущали они Его. Это возможно только если жить, ходить в Духе и постоянно думать о Нем, чтобы излучать Его, а не себя. Мне нужно знать Его, чтобы они знали Его. Аминь. Центр этого пробуждения – Он. Чудеса не в центре, они проистекают от Него. Исцеление не в центре, они проистекают от Него. Позвольте сказать, все основано на общении. Не на силе, но на общении с тем, у кого сила. Поэтому, было бы хорошо нам на этой неделе избавить обороты и, если можно так сказать, отцентрировать себя. Отцентрировать себя. Он – центр. Во всей нашей занятости, во всех наших делах, во всех наших проповедях, что правильно, давайте не будем отклоняться от центра, потому что так легко погрузиться в то, о чем мы верим. Но совсем нетрудно верить, когда ваш взгляд на Нем, ваш фокус на Нем. Верить легко, когда вы видите лишь Его. Суть не в том, чтобы пытаться избавиться от чего-то, а в том, чтобы целиком сосредоточить свой фокус на том, кто автор всего, в чем нуждается человечество. Получив Его, люди получат все. Аминь. Давайте не будем жить, помня только о Его достоинствах или о том, что от Него проистекает. Это все часть Его, конечно, и я это не преуменьшаю. Но если у нас будет Он, у нас будет все. И я говорю о Нем в центре нашего внимания. Мы просыпаемся, думая о Нем, а не просыпаемся, думая, мне нужно исцеление или мне нужны деньги. Просыпайтесь, думая, у меня есть обеспечитель, у меня есть целитель, у меня есть творящие чудеса. Мне не нужно биться за эти вещи. Потому что, зная Его, я буду знать и то, что проистекает от Него. А от Него проистекает все, в чем мы нуждаемся. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Подумайте. У Павла были феноменальные откровения. У него были чудеса и исцеления. Люди воскресали из мертвых через его служение. Пробуждение переворачивало целые города. Переворачивало регионы. Этот человек ходил в силе. Но в конечном итоге, вернее, посреди всего этого, он сказал, чтобы познать Его. И все. Если не быть осторожными, можно хорошо овладеть принципами. И при этом не очень хорошо знать Его. Вы можете читать книги о браке, чтобы помочь своему браку. Но если вы не знаете свою вторую половинку, не важно, что сказано в книге. Не важно. Не важно, что сказано в книге. Не важны пять вещей, которые любят женщины. Пять вещей, которые любят мужчины. Если вы не знаете свою вторую половинку. Родители. Вы меня понимаете. Как родитель, я задавала этот вопрос Богу. Почему нет просто одной формулы воспитания детей? На первом ребенке учишься, а потом просто повторяешь на всех остальных. Но каждый ребенок настолько не похож на других, что если вы не познакомитесь именно с ним, у вас будут проблемы. Потому что вам нужно знать ребенка и как он все пропускает через себя, чтобы помочь ему наилучшим образом и быть для него лучшим родителем. Потому что дети просто не выходят одинаковыми. В том, как они живут, как они мыслят, как рассуждают, какой у них темперамент и характер, как они все пропускают через себя. Это просто невообразимо. И вы можете прочитать все книги о воспитании детей. Но если вы не знаете своего ребенка, вашим книгам место на полке. Точно так же вы можете знать все принципы веры, которым учат Папа Хейген и другие мужи Божьи. И я не преуменьшаю это. Как я уже говорила, нам все это нужно. Но если мы не будем осторожны, мы просто будем знать шаги, а не его. И это то, что в последнее время бьется во мне. Аминь. По поводу этого пробуждения. Мы уж точно не хотим, чтобы Бог использовал нас, а потом был вынужден отложить нас в сторону. И было много мужей Божьих, драгоценных мужей Божьих, которые прошли полпути и не завершили свое поприще. Аминь. И слава Богу за все, что было совершено. Но мы не хотим лишь войти в поток. Мы хотим пройти весь путь. Аминь. А он – начало. И конец. Аминь. Все дело в нем. Я говорю, вся суть в нем. И в нашем стремлении верить Богу о том, о чем мы Ему верим, не забудем знать Его. Знать Его. Знать Его. Знать Его. И знать Его не только через эмоции. Пожалуйста, не надо. Мы познаем Его через Слово. И мы любим Его, исполняя Слово. Но помните, ваша молитвенная жизнь неполноценна, если все, что вы делаете, это провозглашаете то, о чем вы верите. Это только одна часть. Не обделите себя, получая ответы, но не зная того, кто дает ответы. Потому что Он – награда. Он – радость. Он. Об этом говорил псалмопевец. Бог – моя радость и веселье. Аминь. Потому что многие получают дома, о которых верили, а Его не особо знают. Аминь. Я так благодарна, что когда мой муж ушел домой к Господу, он не был единственным, кого я знала. Аминь. Потому что люди в вашей жизни будут сменять друг друга. Кто-то будет приходить, а кто-то уходить. Но Константа – тот, кого вы можете знать всегда. И кто бы ни думал, что вы не стоите того, чтобы быть рядом, Бог никогда так к вам не относится. Будьте заинтересованы в том, кто никогда не списывает вас со счетов. Знайте Его. Вы можете состоять в браке, вы можете войти в завет. И так никогда по-настоящему и не захотите узнать того, с кем вы в завете. Позвольте сказать вам о Боге. Он позволяет нам определить, насколько хорошо мы будем Его знать. Дело не в том, что Он раскрывает себя лишь до какой-то степени. Он раскрывает себя ровно настолько, насколько мы стремимся Его опознать. Мы определяем, насколько сильно, насколько хорошо мы будем знать Его. И когда мы знаем Его, верить не тяжело. Аминь. Я проходила такие сезоны испытаний, когда просто бьешься, чтобы держаться за принципы веры. Так? И нет ничего плохого в том, чтобы подвязаться добрым подвигам веры согласно принципам. Но я убеждена, что часть доброго подвига веры – это знать того, от кого пришла ваша вера, автора этой веры. Аминь. Бог не дал нам веру откуда-то извне. Это Его собственная вера. Поэтому знайте того, из кого проистекла вера. Аминь. Это настоящая награда христианской жизни. Аминь. Иоанна 17,3. Иоанна 17,3 в расширенном переводе. Иоанна 17,3 в расширенном переводе. Третий стих. Иисус говорит. И вот, что такое жизнь вечная. Это значит знать, постигать, узнавать, знакомиться и понимать Тебя. Единственного истинного и настоящего Бога. И также знать посланного Тобою и Иисуса, как Христа, помазанника Мессию. Он сказал, вот что такое жизнь, вот что такое жизнь вечная. Знать Его и Иисуса. Знать Отца и знать Сына. Пусть гордость, отвеченными молитвами, не станет сильнее стремления познать того, кто на них ответил. Просто скажу, не обделите себя в молитвенной жизни, не находя время, чтобы побыть просто в тишине. Просто в тишине, смотря на Него. Я говорю о мыслях, о Слове, о том, чтобы просто сосредоточиться на Нем. Для этого не требуется никакой активности. Есть время для активности, и это правильно. Но что Слово говорит? Остановитесь и познайте. В английском «утихните и познайте», «утихните и познайте». Некоторые люди не знают определенных вещей, как должно внутри, потому что они недостаточно утихли, чтобы узнать. Некоторые вещи можно узнать только в покое. «Утихните и познайте». Аминь. «Утихните и познайте Его». Плод, который мы приносим, и я говорю также об этом пробуждении, должен исходить из общения. Джон Остин, драгоценный пастор, когда молодые люди спросили его о подготовке к служению, сказал, «Я просто всю неделю наполняюсь, а потом иду и изливаю». Другими словами, он говорит, «Я не пытаюсь писать проповеди, я просто наполняюсь им, а потом выхожу и изливаю его». Мы хотим не, чтобы люди были впечатлены тем, что звучит с кафедрой или тем, что происходит на служении, но чтобы люди хотели больше Его, выходя из нашего здания, хотели больше Его, а не были поражены людьми, которых Он использовал. Аминь. И если кто-то выходит с желанием получше узнать вас, а не лучше узнать Его, эта проповедь была мимо, эта проповедь провалилась. Аминь. Слава Господу. Иоанна, 5 глава. Иоанна, 5 глава. Я сначала расскажу вам контекст того местописания, которое я хочу вам прочитать. Помните, больному человеку у купальни Вефезда Иисус сказал, «Возьми постель твою и ходи». И Он так и сделал, а было это в субботу. Иудеи увидели, как Он идет и несет свою постель, а это было незаконно. И они сказали, «Почему ты несешь свою постель? Это незаконно». Он ответил, «Человек, сказавший мне встать и идти, сказал мне взять постель». «Кто этот человек? Я не знаю, как его зовут. Я не знаю, кто это». И позже Иисус встретил этого человека в храме. Отсюда мы можем понять, что когда дар Духа произвел исцеление в теле этого человека, Он вывел что-то в его сердце, жажду по Богу, потому что Он пошел в храм, а не на какое-нибудь светское торжество, теперь, когда Он мог ходить. Он пошел в храм. Там, куда идут люди, получив исцеление, многое говорит об их сердце. Многое говорит о том, что для них важно. И этот бывший больной был в храме, потому что сказано, что потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Задумайтесь, если бы Он не пошел в храм, Он никогда бы не узнал, почему это с Ним произошло, и никогда бы не узнал, как не дать этому вернуться. Но Он узнал благодаря тому, что снова пошел в церковь. Иногда Бог дает часть вашего ответа на одном служении, и не думайте, «Теперь у меня все есть. Уж лучше придите на следующее служение, потому что там может быть вторая часть, которая вам не достает». Он думал, что все, что Ему нужно, это чудо. Нужны лишь здоровые ноги. А Иисус знал, что Ему нужно средства, чтобы не вернуться назад, чтобы держать дверь закрытой для подобных вещей. Исцеленный же не знал, что Ему еще что-то нужно. Но благодаря тому, что Он пошел в церковь, в храм, Он смог услышать то, что Ему нужно было знать. Так часто нам кажется, что все у нас в порядке в определенной сфере или области жизни. И выходит проповедник, говорит что-то, «И, минуточку, вы замечаете, что что-то не так, а вы и не подозревали». Аминь. Итак, Иисус сказал Ему, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Иисус сказал Ему, как сохранить то, что Он получил. И тогда, узнав, кто Его исцелил, этот человек рассказал Иудеям. Когда они снова спросили, кто это, Он смог им ответить, потому что теперь Он знал, кто это. И тогда иудеи начали преследовать Иисуса за это. И Иисус ответил им следующее. Иоанна 5, 39 в расширенном переводе. Он им сказал, «Вы исследуете и разбираете и изучаете Писание старательно». То есть, они не подходили небрежно к духовным вещам, не так ли? Потому что вы думаете и надеетесь иметь жизнь вечную через все ваши исследования, все ваши разборы, все ваши изучения. Вы полагаетесь на это исполнение буквы закона. Вы делаете это дотошно. Но тут Он привел решающий довод. «Эти Писания свидетельствуют обо Мне. Они указывают на Меня. Эти Писания, над которыми вы размышляете, которые изучаете и обсуждаете в храме, они говорят обо Мне. А вы отвергаете Меня, потому что вам нравится работать над Писанием. Вам нравится сам процесс изучения, применение принципов, выполнение их на деле. И вы исключили Меня, упустили Меня. Вы все пропустили. Они говорят обо Мне. Если не быть осторожными, можно использовать веру для каких-то вещей. Послушайте, это все нормально. Бог хочет, чтобы мы были богато благословлены. Но вся суть в Нем. Он центр всего, что мы делаем и о чем верим. Если не быть осторожными, можно в погоне за верой упустить Его, в погоне за силой упустить Его, в погоне за чудесами и исцелениями, в погоне за своим служением упустить Его. Они в погоне за Словом упустили Его. Они любили законничество, любили свои академические достижения. А суть не в академическом подходе к Библии. Она указывает на Него. Аминь. Неважно, насколько дотошно они знали Писание. Не зная Его, они все пропустили. Неважно, что мы умеем цитировать, что мы умеем исповедовать, и как долго мы служим, если Он не в центре нашей любви, тогда все мимо. Послушайте, мы должны как следует укрепиться в этом, потому что, когда это пробуждение начнется, все пойдет по нарастающей, и на такой скорости, возможно, будет уже не так легко укреплять себя в этих сферах, как сейчас. Аминь. Помните, после смерти, погребения и воскресения Иисуса через апостолов творились чудеса, и их вызывали к религиозным лидерам, им угрожали, и заметьте, что им говорили, люди не могли поспорить с плодами, потому что признавали, что они были с Иисусом. Люди не могли поспорить с плодами, потому что апостолы были с Иисусом. Из-за того, с кем они были, плод пребывал. И никто не мог поспорить с этим. Если мы не будем осторожны, все, чего мы будем хотеть, это плод. Но он лоза. Он лоза. И ветвь не может быть под впечатлением от себя из-за того, что произвела плод, и не признавать, что все из-за лозы. Будем внимательны, чтобы нас не интересовал лишь плод чуда, плод процветания. Это все правильно. Но только потому, что в центре всего лоза. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова